Дорогие мои зрители, приветствую вас на своём канале Анжелика Снежинская. И мы продолжаем с вами делать обзор, тем более такая тема продолжения банкета. Все эти походы в церковь, ярмарка, всё это было так себе, цветочки. Но была вторая серия Марлезонского балета, и там было всё поинтереснее. Кто ещё не посмотрел, я вам всё расскажу, всё покажу в лицах, ребята, буду вас просвещать. Итак, опять и снова в гости к Юре. Я вот всё думаю, вот мне даже, 54 года, почему Юра? Даже на европейский манер почему-то вот это вот воспитание моё, думаю, так же, как и ваше, вот не позволяет на человека Юра, Юра, вот когда слышу от Коли и Самвелла Юра, ну можно отчество узнать у мужчины, и по отчеству, пусть даже имя пропускать, но вот по отчеству и на вы обращаться, как мне кажется. Ребят, это моё мнение, моё. Вот для уха было бы, наверное, как-то получше звучало. Итак, в гости до Юры. Я подумала, ёлки зелёные, сколько можно лезть на голову к этому Юре. Берите Юру, пожитки свои, закупайтесь, хлопцы, посерьёзней и вперёд. То ли на природу, да, а то ли можно в какой-то ресторанчик, но нет. У Юры какая красота здесь никого, ни единой живой души в округе. Ребята, зелень, горы, смереки. Ой, смереку, расскажи мне смереку. Но это напоследок, я припасла про смереку. Так вот, трошки пьяненьку. Ну ничего, зашло, девочки, на ура. Не вспелый в дверь въехать. Туалет, туалет, да туалет. Куда можно идти? Мама, да подожди. Там, по-моему, в туалете у Юры в доме что-то было сломано, говорит сам Вел. Подожди, давай спросим у Юры. Юра пошёл переодеваться. Ломится в хату. Да подожди ты, ёлки зелёные. Ребята, вы вообще совесть где, за каким углом потеряли. Ну так же нельзя себя вести. Мамаша никак не может примастить свою задницу в туалет с квадратными глазами. Памперс есть? Вперёд, за орденами, Васильевна. Эти два козла, я сейчас без оскорблений, в прямом смысле слова. Стишок все знаете? Про козла Мефодия. Кто там бродит в огороде? Это я, козёл Мефодий. Все знаем стишок с детками, с внуками, все учили. Я капусту охраняю, каждый лист оберегаю. У меня Артурчик был маленький, говорил. Я капусту охмыряю. Охмырянщик капусты. Так вот, про этих козлов, которых пустили в огород. Не успели заехать. Одна усырается, дайте быстро туалет. Вообще, ей плевать на всех и всё. Два вторых, как с голодного края на эти кусты смородины. Да там и не кусты, ребята. Там какие-то две веточки несчастные торчали. Ну, какие-то там ягодки висели. Ребят, вы с голодного края, правда? Вы не можете себе купить смородины? Ну, может, мужик там себе оставлял? Ну, блин, ему там клюнуть когда-нибудь изредка десяток ягодок? Я не знаю, девочки, вы можете меня осуждать. Может быть, ничего такого страшного в этом нет. Я бы никогда не стала последние ягодки с одной веточки обрывать. Совесть есть, какое-то воспитание. Элементарное понятие. Вот даже не надо быть супер каким-то там культурным. Просто элементарное понятие. Пожилой же человек, мужчина, живет один, без хозяйки. Ему и так сложно с этим хозяйством кушать, готовить. Вот эти вот ягодки. На рынок добираться ему как? Легко, вы думаете? Нет, наверное, далеко. Живет из черт знает где за селом, потому что я не вижу здесь цивилизации, да? Ну, оставьте вы ему эти ягодки. Не, как саранча, налетилы, коршуны, обглодали все эти ветки и справились. Все, давай-то будем топорстил накрывать, ребята. Излюбленная тема. Жрать, жрать, жерточки, жерточки. Как вы думаете, чем занимается мамка? Я полюбляю делать обзор на Татьяну Васильевну, потому что здесь, девочки, можно тему развернуть. Ой-ой-ой. Руки никто не мыл, даже не собирался. Я про Татьяну Васильевну, да-да, продолжаю разговор. Как-то помочь, поучаствовать, как женщина. Элементарно, просто, ну, окей, тарелки расставить, видимость хотя бы создать. Не, мужики суетятся, все обихаживают, нарезочки делают, скатерочки там пластиковые, неважно, какие накрывают. Стол вам, пожалуйста, вот, предоставили. Жопу свою примастила на лавку и вперед тачить. А вот это что? А это что? Вот это колбаса, Коля. А где вот та, что вы купляли? Там же сила была. А вот это мясо, это яке? Мясо, Юля, квадратные глаза. Бо я тики свинину їм. А сало, мама, тебе нельзя. Мене нельзя, но я тики попробую. Кегли эти опять тянет и в рот, ребята, и в рот запихиваться. Ты не нажралась на ярмарке? Да мне кажется, уже пузо просто выросло выше носа. Куда ты жрешь? Девочки, куда помешается? Объясните мне. Куда это все влезает? А это что? А это томатный сок? Налила томатный сок и своим языком облизала, ребята, горлышко от пачки сока. Сима, ну промолчи. Ну просто промолчи. Уже свершилось. Ты увидел? Окей. Уже все. Назад пленку не отмотаешь. Этот факт уже произошел. Все. Ничего не поменяется. Зачем ты всем это рассказываешь? Ну зачем? Облизать это что в голове у человека, которому 74 года? Это ты, блин, бабуся воспитанная такая, решила, что ты одна будешь этот сок пить? Это для всех присутствующих здесь за столом. Кто после тебя должен твои слюни пить? Почему ты решила, что это для людей за честь? Облизывать то, что ты уже прошлась своим вот этим вот языком. Не, Сим, я все понимаю. То, что я лояльна. То, что я хорошо отношусь. Я за правду. Я всегда говорю то, что думаю. Но здесь, Самвел, это было просто даже неотвратительно. Это мерзко, понимаешь? Это омерзительно. Ну так нельзя себя вести. И не важно, в городе ты, в селе. Какая разница, где ты находишься? А отце что? Дай ты мне, дай ты отце попробовать. Мама, мама, остановитесь. У вас завтра какой сахар будет? Что с вами будет завтра происходить? Мне кажется, она вот живет каждый день, как в последний раз. Ей абсолютно плевать. Я-то бы читала комментарии, кто-то из зрителей написала. Там где-то в Коломы, в Тихой, в Тишине, в квартире лежит глюкометр со своими предсказаниями. Брэше, брэше, брэше. Ну действительно, ребят, это просто ходячая катастрофа. Не успела с туалета выскочить и бегом за стол. А мы не, давайте. Самвел мне продемонстрировал, но озвучил. Он сказал, говорит, мама, мы не успели сесть. Еще никто не начинал даже. Не то, что есть. Еще не присели люди за стол, а ты уже колбасу съела, сыр съела, томатный сок выпала, уже навернула кусок сала, рыбу съела. Ребят, как вам? Ну, дайте сами оценку вот такому поведению. Васильевна, вы в лесу жили? Это не надо выдержкой обладать. Юра стоял и смотрел, как на какой-то экспонат, который прилетел, ну я не знаю, с какой планеты. С луны, наверное. Отвратительное поведение, просто смотреть неприятно. Ну и да, скажу, плевать она хотела на все вот эти наши с вами увещевания. Женщина, стол накрыть. Да давайте накрывайте. Кусочек колбаски осталось. Пацаны захотели отнести в холодильник, пусть у Юры, да, там что-то останется немножко. Мамка не смолчала, ребят. Она подчеркнула. Она поставила три восклицательных знака. Она произнесла это вслух. А то вам будет наподальше, Юра. Хлопцы, цевы куплялы колбасу, да, цевы куплялы. Как мне хотелось сказать в этот момент. Ты заткнешься или нет? Да закрой ты ротяку свою, блин, просто тошнит от тебя уже, а. От твоего вот этого вот каменного века. Да заткнись, закрой ты рот. Ты можешь, когда едешь в гости, со своей чучундрой вот этой, не обижаемся. Вот такое у меня сегодня определение. Вот я бы могла еще хуже назвать. Ребят, я держу себя в руках. Вот сегодня она у меня чучундра просто. Ты можешь с ней провести какую-то воспитательную работу. Рассказать, как себя вести надо. Это можно сделать, если она вообще ни хрена не смыслит и не понимает. Вынес Юра работы своей, показывал, да. Какую обувь он даже делает. Ручная работа. Пусть это не слишком презентабельная обувь. Ну, наверное, я так подозреваю, это все качественно, потому что это натуральная кожа. Можно сделать натуральную овчину. Опушечка, вижу, даже, по-моему, из норки. Мне не понравилась вот эта сверху грубая такая прошивка. Но суть не в этом, ребята. Якайця размер. Якай, мне не надо тридцать сёмы. Ты что вдруг решила, что это для тебя пошито? А кого интересует, какой тебе надо? У тебя что, обуви нету? Вы купить себе не можете в магазине? Человек просто показал свою работу. Ты что лезешь на голову? И уже она все точки на ты расставила, ребята. У меня тридцать сёмы. Мне не надо. Юра, воспитанный, в отличие от Васильевны, мужчина, сказал. Якщо будем живы... Ключевая фраза, ребята. Якщо будем живы, то я вам из овчинки пошью, будете ходить с ощущениями вроде босая, да? Вроде в носочках ходите. Это обозначает, что это комфортная, очень удобная, натуральная обувь. О, губу раскатала мамаша, да? И когда Юра рассказывал про свою жену, как она готовила, она была поваром, что было очень вкусно. Шо, Васильевна? Язык в жопе застрял. Не маша про себя сказать, да? Хозяйка вы. Хозяйновитая. Если не сказать, ещё хуже. Ну и последний аккорд. Ребята. Ха-а-а-ай-смэ-рэ-ка. Вот таким именно хрипящим голосом. Ха-а-ай-смэ-рэ-ка. Вот это вот были такие вот ноты. Клёкнула. Севчу вырезал. Вот чё вырезал. Ну показал бы, как мамаша твоя бухает. О, житуха. Малина. Понимаете, девочки? Ай, а мы с вами всё. Мама, бабушка, у тебя внуки, Васильевна, у тебя правнуки, а где ваша совесть? Какая нафиг совесть? Бухануть, пожрать, мужик рядом и гоп-ца-ца песенки. И я вот живенько себе все эти картиночки представляю, когда она была молодая. Песни мужиков побольше, кукуруза, оп-ца-ца, эй-эй-эй-эй, полетела душа в рай. Да, Васильевна? Девчонки, я не знаю, что вам сказать. Честно, вот такую бабушку в таком возрасте я вижу впервые. Хотя, девятый год, смотрю видео с Амвелой Адамьяной. И казалось бы, уже ты не должна удивляться. Уже ты всё знаешь про этого человека. Но у тебя смарэка, с вот этим вот голосом, она меня просто убила на повал. Этот человек знает, думает про себя, какая я красивая, какая я талантливая. Сейчас Юра просто штабелями начнёт падать, делиться штабелями и падать у моих ног. Я сражу всех мужиков на повал. Не, Васильевна, я так себе подумала. От як бы Леонтьевну седа, мабуть Юра б не устоя. А так, памперс заважая. Не, не камильфо, не мой Жизел. Абсолютно, девочки, жду комментарии пока.